Каждые два месяца на протяжении последних трех лет Александр Куликов сдает кровь. Началось все желание помочь нуждающимся в переливании крови детям. Теперь донорство уже почти вошло в привычку. Сейчас очень мало в современном мире делать какие-то подвиги, но вот хотя бы такое делать. Для Павла Ларина такая процедура проходит впервые. Он отшучивается. Это определенно безопаснее, чем терять кровь во время драки, но понимает, что дело. Полезное. Я с братом здесь. Он сказал, я в принципе, ну хотел давно, думал, ну полезно. Донор запасы, как написано. День донора прошел в Центре переливания крови в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Донор должен быть старше 18 лет, весить не менее 50 килограмм и не иметь медицинских противопоказаний. После забора выдается компенсация за питание. Сегодня это 610 рублей. Среди сдающих кровь жителей Щелковского района 80 процентов, по словам врачей, становятся постоянными донорами. Многие стремятся стать почетными донорами. Для этого надо сдать кровь не менее 40 раз и 60 раз плазму. Но не ради громкого звания приходит на станцию переливания Евгений Петеримов. Я постоянно участвую в Дне донора и считаю, что это каждого здорового человека обязанность отдавать эту кровь для того, чтобы оказывать помощь людям. Кровь примерно 10 доноров может потребоваться человеку, перенесшую сильную травму. Врачи почитали, за один день забора крови на Щелковской станции переливания можно спасти 2-3 жизни. Нам важен каждый донор, который приходит. Помимо акций, которые проводятся как донорские дни, собираемость крови должна быть большей. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания, Щелково.